Привет, друзья! Вы меня простите, что я в таком виде, но у нас безумно холодно. Я думаю, что вы все наслышаны, сейчас очень холодная погода. Не только в Москве, но и во многих городах. Днём и ночью достигает до минус 30, может быть даже выше. У нас сегодня было минус 27 ночью. Вчера, по-моему, минус 35. Вот на днях я была на улице вечером и буквально чуть не окалила, но это другая история. Она появится в другом видео. А сегодня мы с вами снова расхламляемся. У меня уже вот такой большой пакетик подготовлен. И сегодня я вам покажу много всякой мелочи. Которая я решила, наверное, тоже всё буду отдавать. Посмотрю уже по ситуации. Опять же повторюсь, если вы не подписаны, то подписывайтесь. Расхламляться ещё будем очень много в связи, целый год. И обязательно оставляйте комментарии, если вам что-то понравится. Кстати, из прошлого видео я отдавала Рому лампу в виде слоника. И на неё уже нашлась хозяйка. Я очень рада, что у слоника будет новый дом. И давайте же мы с вами начнём. Начнём мы с вами вот с такой кружки. Я думаю, что, может быть, многие её видели. Это кружка из фикс-прайса. Падает. Это кружка из фикс-прайса. Она была заявлена как термо, но она нифига не термо. Тут немножко другое имеется в виду. И при нагревании здесь высвечивается надпись «Я тебя люблю». Вот. Конечно, безумно хорошая кружка. Я её очень любила в своё время. Но, к сожалению, вот здесь, я думаю, видно, она откололась. Я не знаю, каким образом это произошло с внутренней стороны. И, к сожалению, пить из неё уже нельзя. Я видела, люди отдают похожие кружки. Кто-то в них сажает цветочки. Вот. Ну, не знаю. То есть, буду, скорее всего, тоже отдавать. Потому что очень жалко. Такая хорошая, милая кружечка. Вот. Так, давайте дальше. Дальше у нас будет, наверное, что-то из одежды. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Я так и не нашла этому применения. Такая вот странная вещь. Вот здесь вот в форме треугольничка. И вот так. Вот так оно. Или вот так оно. В общем, я этого не поняла. Я покупала очень давно комплекты. Две кофточки. Они похожие. То есть, нижняя кофточка в виде такой водолазки. Она вот такого светло-бежевого цвета. А сверху полосатенькая. Типа жилетки. Вот. И такая же еще вот такая сверху. То есть, нижняя черная, а верхняя полосатая. И к ним, к обеим прилагались вот такие странные штучки. Вот. Как бы мне они только на нос зацепить. Ну, очень маленькие. Что это, я не поняла. Как бы, может быть, это топик. То есть, и здесь нужно еще к нему что-то приделать. Какую-то веревочку. В общем-то, я этому применению не нашла. Так что, если у вас, не знаю, 42-й размер. 40-й, 42-й, то, наверное, это для вас такая штучка. И точно такая же, сейчас покажу. Черная. Вот. Вот так, сейчас. Вот у нее здесь тоже бантик. Она вот так уголком. И она точно такая же. Что это, понятия не имею. И они абсолютно новые. Я так просто не поняла со временем, куда их нужно применить. Поэтому буду рада, если они кому-то понадобятся. Так, давайте начнем, наверное, с... Даже не знаю. Давайте начнем с большого. Вот такая девчуля. Я даже не помню. Она у меня откуда-то с работы. Кто-то попросил ее чуть-чуть преобразить. Ну, в каком плане. Я даже не знаю, стоит ли здесь говорить. Но... Раз уж я откровенно отдаю эту игрушку, то надо, наверное, сказать почему. Ну, в общем-то, у нас на работе. Был один... Он и сейчас там есть, но у меня уже там нету. Был один актер, мужчина. У него, знаете, такая промешанность на... На откровенном. На сексуальном. Вот. И он нашел эту куклу где-то, не знаю, где. Может, это вообще реквизитное. И немножко ее испортил. Добавил ей женственности. Ну, то есть, каких-то... Каких-то двух определенных женских элементов в области груди и в области таза. Я показывать не буду. Все-таки у меня цензурный канал. Пока еще. Вот. Ну, в общем-то, кто-то из актеров попросил мне сделать ей такие панталончики кружевные. Ну, в общем, с тех пор прошло уже много времени. О ней никто не спрашивает. Кружевные панталончики я так и не сделала. И, в общем-то, как бы смысл сделать, если ее никто не ждет дома. В общем, такая куколка. Она довольно миленькая. Но панталончики ей нужны. И не только. Ей еще нужно что-то типа маечки. Потому что это все там на видном месте. Вот. В общем, такая. Но у нее мягенькие такие ножки болтаются. Ручки они, по-моему, не двигаются. Но она довольно простая такая веселенькая девчутка. Кепочка. Здесь у нее, по-моему, даже Монтенеггра на шапочке написано. Вот. И, по-моему, платья с нее снимается. Я снимать не буду с понятным причинам. Вот. Дальше у нас идет, наверное, вот такой котенок. Он, правда, без хвостика. И у него здесь эмблемка «Я люблю тебя». Не знаю, просто мне надоело. И я думаю, что найдется какой-нибудь малыш, которому он понравится. Внутри, по-моему, синтепон. Он довольно мягенький. Вот. У него есть лисюлька. Ее можно отрезать. Что еще сказать? Просто милая игрушка. Котенок такой вот медвежонок. Я его в свое время очень-очень любила. Но пришел, наверное, срок и его. Очень милый, очень мягкий, очень приятный. Внутри, наверное, тоже синтепон или синтепух. Без хвостика, но очень миленький такой, шотландский. Для меня называла я его такой мишка-шотландский. Не знаю, может быть, из-за клеточки. В общем, такой желтенький мишка, очень миленький. Дальше идет не менее миленький, но очень старенький, вот такой тигренок. У него есть хвостик. Ну, он очень завалявшийся такой, но он очень милый. Не знаю, очень мягенький, хорошенький тигреночек. Вот. Ну, он, да, вот, если видите, у него затертые такие, здесь, бакинбарды. И, в общем, мишка такая. Ну, как-то игрушки это уже у меня не по возрасту. Так что, пока-пока. Дальше у нас идет вот такая корова. У нее тоже есть хвостик. Вот. Корова, по-моему, самодельная. Я точно не помню, кто ее делал. Я в детстве делала или кто-то еще. Но она довольно милая. Может быть, кому-нибудь понравится. Откопала ее, так сказать, в своих залежах. Вот. Такая милая маленькая розовая коровка. Может быть, кому-нибудь пригодится для домашнего кинотеатра или театра, или чего-нибудь в этом духе. Вот. Дальше у нас тоже идет розовый зверек. Ну, я не знаю, кто это. Это такой маленький монстрик. Это самодельная игрушка. Ценбура. Так вот. Такая самодельная игрушка. И из двух шариков сделана. Ну, я думаю, что все понятно. Такая женщина-монстр, что ли. Вот. Здесь у нее рот открывать. Там зубы есть. В общем, такая прикольная игрушка. Я думаю, что, может быть, кому-нибудь она пригодится. Это тоже, скажем так, подарок, не подарок. Когда я увольнялась с работы. Тоже самый мужчина, про которого я рассказывала вначале. про девочку волосатую. Вот. Это тот же самый человек делал. Вот. И когда я уходила, мне эту игрушку подарили. В качестве, не знаю, памяти, наверное. Но мне она уже не нужна. Уже год прошел. И как-то она мне... Не, она прикольная. Она мне нравится. Но она мне не нужна. Думаю, что, может быть, кому-нибудь пригодится. Сзади ничего такого нет. Поэтому, в основном, все спереди. И сейчас у нас идет очень много мелочи. Которая, собственно, мне тоже уже со временем, как я поняла для себя, не очень нужна. Не очень нравится. Вот такая солонка. Здесь какое-то изображение. Что-то типа мужчины, старика с трубкой. Ну, очень плохо видно. И она... Не знаю, она старенькая. У нас есть комплекты. А она такая изночная. И она мне мозолит глаз. И мы ей не пользуемся. Она пустая. Так, дальше идет вот такой тигренок. Это что-то типа была пластиковая игрушка. Но она уже облезла. Она старенькая. Если на дару даре на ней никто не позарится, буду ее выкидывать. Потому что он уже облез. Был такой махватенький немножко. Такой злой тигренок в кофточке. Так. Дальше у нас идет вот такая игрушка от киндера. Честно говоря, не знаю. Она видна сверху и снизу. Должна с чего-то крепиться. Снизу у нее есть такая... Как бы... Как сказать... Колесико такое, которое можно крутить. И у него меняются глазки. Вот. Тоже как бы... Думаю, на дару даре. А если никто не позарится, то буду выкидывать. Потому что такая вещь... Так. Вот такая странная зверушка. Это тоже типа статуэтки. Он резиновый. Он бьется. Не знаю, что это. Типа козел, что ли, какой-то. Вот такой вот он. В шапочке. Ну, не знаю, что сказать. Просто отдаю. Надоел. Я уже этими штучками не увлекаюсь. Вот такой лист. Из киндера. Он разборный. Из какого-то мультика диснеевского. Или это самый... Warner Brothers. В общем, такой лист. Тоже из киндера. Вот такая вот... Игрушка. Тоже из киндера. Но она не... Как-то... Недоделанная или поломанная. Извините. Все-таки холодно. У него должны быть крылышки здесь. И пропеллер. Но их нет. И он на колесиках. Вот. Тоже отдаю. Выкидываю. В общем, если никто не позарится, то выкидываю. Вот такой лягушонок. Он тоже из киндера. Не знаю. Как-то лягушки мне надоели. Весененький такой. В кепочке. И что-то прячется спиной. Я правда не понимаю. Или это хвостик от кепки. В общем, такой маленький зеленый лягушонок. Так. От... Не знаю. Оттуда же не... Оттуда же резиновая игрушка. Такая плотная. Но она мягкая. Обезьянка. Может быть, с детям. Чтобы развиваться. Что-то такое. Все похоже на натуральное. Ну, в смысле, настоящую обезьяну. Не... Не карикатурную. Вот. В общем. Игрушка-обезьянка. Дальше идем. Игрушка-совенок из киндера. Она, по-моему, надевается на карандаш. Сейчас ворожу. Значит, вот этот совенок. У него еще были, по-моему, покрашены глазки, но они отвалились. Ну, как бы там глазки остались, но краски нету, наверное. Вот. Такая игрушка. Она на карандаш. Она не очень плотно одевается. Но, если нужно, можно будет ее как-то подделать. Или на ручку. Более плотно будет одеваться. Вот. Такая штучка. Дальше у нас идет... Вот такая игрушка-матрешка. Она неразборная. Она уже очень старенькая. У нее все отвалилось. Вся краска, улак. Может, какая-нибудь в коллекцию. Кто собирает советские игрушки. Дальше идет вот такая обезьянка. Это, по-моему, тоже из киндера. Это такая обезьянка-вышибала из клуба. Ну, в общем, что-то в этом духе. Я думаю, что поближе... Ну, поближе будет размыто. Но, если кому-то нужно, я буду вставлять их на сайте. Тару-тару. И тогда можно будет поближе их увидеть. И там пожелать конкретно уже, наверное. Вот. Так. Дальше у нас идет вот такая лошадка. Честно говоря, уже даже не помню. Это была какая-то серия лошадок. Они должны были быть там разного цвета. Еще синие, серое, зеленое. Я не помню. Но их должно быть несколько. Может быть, когда-нибудь найдутся остальные. Вот. Она тоже резиновая, но она не слишком уж гнется. То есть она такая очень упругая. Розовая лошадка. Так. Вот такой мягенький мячик. Не знаю, просто игрушка какая-то или это был брелок. В общем, не знаю. Так. Дальше. Киндер или сейчас закончим. Также вот такая вот черепашка. Черепашка. Это, по-моему, тоже на карандаш одевается. Вот. Но она не очень хорошо держится. То есть у нее ответствия чуть поменьше, чем у совы. Но тоже на карандаш. Тоже из киндера. Желтенькая такая довольно забавная. Черепашка сидит, что-то думает. Так. Дальше у меня идет вот такой вот ежик-антистресс. Или свинка-антистресс. Она немножко сдулась уже. И как-то я не знаю, что с ней делать. Она вот такая вот приятная. Она надувается. И плюс еще, если ее ударить, то она мигает, ну, прихнуть, то там мигает такой шарик с разными цветами. Вот. Чуть в какое-то время он перестанет. Это делать. Так. Дальше у нас вот такой гриб. Это для тех, кто занимается штопкой. Или каким-то подтягиванием плетей на колготках. Или еще что-нибудь в этом духе. То есть сюда натягивается ткань. И удобно, ну, что-то зашивать, подтягивать строчки. При этом не касаясь нижнего слоя ткани. То есть только вот. И внутри он открывается. Внутри есть отверстие. Вот. Там даже что-то лежит. Сюда можно положить нитки, иголку, чтобы всегда все было на месте. Вот. Такой вот грибок. Так. Дальше у нас из деревянного идет вот такая шкатулка. Раньше я ее использовала как собиратель мелочи. Но как-то не знаю, куда ее применить. Она просто стоит и не особенно мне симпатична. Она открывается. Внутри ее довольно вместительное такое пространство. Вот. Открывается она довольно туго. И закрывается тоже туго. Ну, не знаю, просто она мне перестала нравиться. И я ее решила отдать. Дальше из, наверное, таких, не знаю, везде ушек. Вот такие штучки. У кого много туфель, особенно лодочек без каблуков, то я думаю, что это пригодится. Вставляется в туфли, чтобы как бы сохранить их форму. Вот этой частью в пятку, а это в мысок. И туда кладется газета и так далее, чтобы туфля сохраняла свою форму. Вот. Четыре штуки. Одна почему-то длиннее остальных. Но, думаю, можно будет обрезать, если нужно. Так. И осталось у нас совсем немного. Сегодня такой получился очень большой векенштейн на 20 с лишним минут. Так. Могу быть еще больше, но я решила... Не будем слишком много заслуживать. Такой камешек. Не знаю, кто-то мне его подарил. Здесь какая-то картинка нарисована. По-моему, все-таки нарисована. Какие-то цветы. Не знаю, японское что-то. Сакура, небо, море. В общем, какое-то изображение. Здесь поближе можно будет увидеть, опять же, напоминаю, на сайте Дар-Дар. Но, если интересно, я все-таки их выкладывать буду туда и оставлять ссылку, наверное, посмотрим. Вот. В общем, такой камешек подарочный. Не нужен. И, опять же, еще один тоже камешек. Но здесь какая-то фотография черно-белая, репродукция, не знаю, как это назвать. Пейзаж такой с трамвайчиком на фоне каких-то домиков. Честно говоря, я не знаю, что это такое. Здесь никаких надписей нет. Картинка потрескавшаяся. И, в общем-то, мне камешек не нужен. То есть, я как-то разлюбила вот эти вот вещи. Такого характера. Вот. И последнее, что даю вот такую странную мисочку. Даже не знаю, как ее назвать. У нее такая ручка здесь. Она опускается туда-сюда. Она неглубокая, как вы видите. У нее здесь по периметру идет такой рисунок с гравировкой. Вот. Вот такая она в диаметре. Ну, где-то ладошку, наверное. Мужскую. Вот. Я не знаю, что это за материал. Медь, железо. В общем, какая-то странная вещь. Я не знаю, куда ее применить. И, в общем-то, она точно не из нашего набора. Это кто-то у меня ее сбагрил. Вот. В общем, точно так же идет. Еще забыла. Еще отдаю ножницы. Такие для бумаги. Даже не знаю. Они просто очень плохо режут. Я уже их затачивала в мастерской. И самостоятельно тоже затачивала на кругу. Но они совершенно не режут. Они закусывают. Может быть, кто-то, ну, кто разбирается в заточке ножниц, сможет их реанимировать. И все-таки ими воспользоваться. По назначению. По-моему, они для бумаги. Ну, они совершенно ничего не режут. В том числе бумагу. Вот. Сегодня такой был большой выкинштейн. Если вам что-то понравилось, и вы досмотрели до конца, пишите в комментариях. Пишите, что понравилось. Может быть, что-то хотите забрать. И мы с вами обсудим этот вопрос. Как это все вам передать. Если что-то понравилось. Вот. И увидимся в следующих видео. Подписывайтесь. Ставьте пальчики, куда хотите. И пока-пока.